Алтарная работа Мадонны на троне со Святым Франциском и Святым Либералом из Тревизу или Мадонна де Кастельфранко написана венецианским художником Джорджони приблизительно в период с 1503 по 1505 год. Собственно, замечательная композиция картина Мадонна де Кастельфранко завершает начальный период творчества Джорджони. Известно, что Джорджони написал картину по заказу «Тутсио Констанцио». Этот кондотьер, руководитель военного отряда, мечтал разместить алтарный образ в соборе Кастельфранко Венетто в память о своем погибшем сыне. Герб внизу постамента, где восседает Дева Мария с младенцем, принадлежит семье Констанцио. В картине великого мастера эпохи Возрождения Мадонна де Кастельфранко принадлежит сразу несколько рекордов. Во-первых, это единственная работа живописца, написанная в жанре алтарной картины, а во-вторых, это самое большое произведение, созданное маслом по дереву. Наконец, самое приятное, Мадонна является единственным шедевром, где авторство Джорджони не подвергается сомнению. В своих ранних вещах и первых произведениях зрелого периода Джорджони непосредственно связан с той монументальной героизирующей линией, которая наряду с жанрово-повествовательной проходила через все искусство, по траченту и на достижение которой в первую очередь опирались мастера обобщающего монументального стиля Высокого Возрождения. Разглядывая любую картину, всегда хочется понять, в чем особенность того или иного шедевра. В представленном произведении ответ лежит на поверхности. Здесь Джорджони полностью отошел от канонического написания святого собеседования. Так называют сюжет, где изображена Мадонна с Иисусом в кругу святых. Хотя многие исследователи склонны считать, что некоторые детали автор позаимствовал у алтарей своего учителя Беллини. Слева поместил святого Георгия, в котором изобразил себя, а справа святого Франциска, в котором запечатлел черты одного из своих братьев и передал некоторые вещи в натуральной манере, показав доблесть рыцаря и сострадание блаженного святого. В картине Джорджони Мадонна костры Франко фигуры расположены согласно традиционной композиционной схеме, принятой для этой темы рядом мастеров северо-итальянского возрождения. Мария восседает на высоком постаменте, справа и слева от нее предстоят перед зрителем святой Франциск и местный святой города Кострофранко-Либерали. Каждая фигура, занимаемая определенное место, строго построенной и монументальной, ясно читаемой композиции, все же замкнута в себе. Картина этого периода творчества венецианского художника Джорджони иконографически традиционна, но выделяется пространственной свободой своих пейзажных просторов. Пейзаж в этой картине хоть и не главенствует, но играет очень важную роль. Трон Мадонны располагается на одном уровне с пейзажным фоном, как бы подчеркивая единение мира, идеального и мира реального. Все здесь дышит гармонией и красотой. Композиция в целом носит несколько торжественно неподвижный характер и вместе с тем непринужденное расположение фигур в просторной композиции, мягкая одухотворенность их тихих движений, поэтичность образа самой Дивы Марии создают в картине ту атмосферу несколько загадочной, задумчивой мечтательности, которая так характерна для искусства зрелого Джордж-Джонни, избегающего воплощения резких драматических коллизий. До масштабных реставрационных работ 2002-2003 годов в венецианской академии облик самой известной картины Джордж-Джонни оставлялась желать лучшего. Множество подновлений и неумелая реставрация изменили картину, так что в некоторых исследовательских работах можно найти весьма нелестные отзывы о произведении. В 1972 году с картиной произошла еще одна беда. Ее выкрали прямо из собора и вернули только через три недели после уплаты выкупа, оставив заброшенным домом. сегодня легендарная работа Джордж-Джонни снова выглядит великолепно, после того, как над ней потрудились искусственные реставраторы и находится все там же, в соборе Кастельфранко, но уже под более надежной охраной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова